Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем Утро на Болткоме. Здравствуйте, доброе утро. 20 июня, понедельник. Очень сильно укороченная рабочая неделя. Это обстоятельство, которому невозможно не радоваться, потому что появляются, открываются такие возможности и отпраздновать, как следует, и провести время на природе. Обещают еще погоду, там какую-то такую приятную, солнечную, нежаркую, около 23 градусов. Благоволит такая температура и погодные условия для неспешных прогулок и велосипедных поездок. Вот о велосипедах мы сейчас и поговорим, потому что с наступлением лета многие пересаживаются на двухколесное средство передвижения. Это экологичнее и, в общем-то, тренируют тело, ноги, сердце, прочие органы. Приятно, когда обдувает тебя свежим летним ветерком. Но есть некоторые обстоятельства, которые портят впечатление от велосипедной прогулки. Например, когда ты приходишь, чтобы взять свой велосипед, не знаю, где он там может быть припаркован, в подъезде или во дворе, или на какой-то стоянке подходишь, а велосипеда нет. Кто-то уже на нем катается, какой-то злоумышленник. Ну, согласитесь, неприятное обстоятельство. И сплошь и рядом такое происходит, к сожалению. И в случае не все же тоже сразу звонят в полицию, обращаются. Кто-то не верит в то, что велосипед угнанный, украденный, можно вернуть. Не все страхуют велосипеды, а велосипеды можно. И мы сейчас поговорим о том, почему необходимо страховать. Ежегодно выплачиваются страховые возмещения в размере 30 тысяч евро за угнанные велосипеды. Так что, действительно, вопрос актуальный. И на эту тему мы побеседуем с Армонсом Лагансом, руководителем управления собственности и специальных продуктов страховой компании «Балта». Доброе утро, господин Лаганс. Доброе утро. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам и начать утро с радиоболтком. Это хорошая зарядка. Начнем с вопроса Армонт. Вы сами-то велосипедисты? Еще нет, но сейчас как раз активно ищу свой первый велосипед, так как одно – это экологический вопрос, второе – это физическое благополучие, но третий важный фактор – это цены на бензин. Когда заливаешь полбака на 50 евро, тогда уже начинаешь думать, а может точно лучше пересесть на велосипед. Это правда, это правда. Выбирая велосипед, вы будете искать, я не знаю, где-то на ССЛВ среди поддержанных или в магазине новый подороже, потому что новый – это всегда новый, а подешевле – это, во-первых, подешевле, да и не жалко, если кто-нибудь уедет на нем чужой. Скорее всего, для первого буду смотреть в ССЛВ где-то, или уже подержанный. Но теперь уже знаю, что обязательно перед тем, как покупать, это проверить в ССЛВ, нежели кратен уже этот велосипед, до того, как я его захотел покупать. Так как в таком случае, если он уже там зарегистрирован как кратен, будет такой день, когда пойдешь по улице, то есть будешь ехать по улице, и тут хозяин предыдущий подскочит и скажет «Мой велосипед». И все, отдаешь велосипед ему, и деньги уже не вернуть. Поэтому это тоже важный момент. Я вот, кстати, не знал, что у велосипедов есть номер рамы, номер рамы, которую можно зарегистрировать в ЦСДД. Это у каждого велосипеда, в принципе, да? Да. И такой же уникальный номер, как, скажем, номер кузова у автомобиля. Ну вот насчет этого я не уверен, не могу гарантировать, что так есть, но, насколько я знал, там указывается, в ЦСДД указываются и приметы велосипеда, так что если там даже номер не уникальный, то совместно с приметами велосипеда, то есть краска, там еще какие-то детали, то там уже получается уникальная комбинация. По статистике, по вашим данным, какие велосипеды угоняют чаще всего? Это именно ходовые какие-то вот такие бюджетного, бюджетной ценовой категории или что-то подороже, поэксклюзивнее? Насчет того, что крадут, не могу конкретно сказать, но могу сказать насчет того, что заявляют как страховой случай. И то, что заявляют, это в основном горные и шоссейные велосипеды, которые там уже в ценовой рамке более 500 евро. Но то, что крадут, я предполагаю, что крадут все. Крадут все, что можно украсть, и не только велосипеды, но и разные детали велосипеда. Лампочки или там, не знаю, там вот сиденья для ребенка или еще какие-то другие детали, которые потом уже куда-то можно дальше продать. Так что тоже вот важно насчет тех остальных и деталей, которые на велосипеде стоят, что если помешанство такое, что легко снимается, то, может быть, лучше взять с собой дома, нежели оставить вместе с велосипедом где-то в лишнем проеме. А есть же наверняка какие-то типичные такие ключевые ошибки, которые чаще всего допускают владелицы велосипедов. Ну, даже если взять место хранения, понятное дело, если ты затаскиваешь его в квартиру, то, скорее всего, никто его не украдет. Если ты оставляешь в подъезде, уже шанс появляется, что его кто-то уведет. Многие предпочитают ставить в безлюдных местах в надежде на то, что это безлюдное место, там никто не ходит, там точно ничего не случится. Хотя, если я правильно понимаю, как раз-таки это одна из роковых ошибок. Да, да. Кашопом я еще бы отметил, что если оставить или это людное, или безлюдное место, но если оставить в публичанном месте велосипед на длительный срок, это очень увеличивает возможность кражи велосипеда. Так как за это время его кто-то, кому такое русло есть, увидит велосипед и найдет подходящее время, чтобы его угнать. Или это ночью, или еще в другое время. Но самая типичная ошибка, наверное, это оставлять в подъезде неприкрепленного велосипед. Это самая типичная ошибка. Люди предполагают, что с подъезда угон не сделают, и все же там ход есть, на двери, и так далее. Но в это постковидное время, ну и все еще ковидное время, в это время, когда увеличилось количество доставок на дом, или продуктов, или готовой пищи, и всего другого, дверной код, он уже распространялся так далеко, что он уже не гарант безопасности, скажем так. Поэтому если оставлять в подъезде, то очень важно прикреплять тоже велосипед или батареям, или к чему-то другому. Важно же и то, чем прикреплять, и какие-то дешевые, копеечные, такие китайские, как правило, замки, они вряд ли помогут. Но опять же, вы тоже сказали, что угоняют все. При желании и вскрыть тоже можно любой замок, и перерезать, перекусить цепь, перепилить чем угодно. Но наверняка же, опять же, есть какие-то данные, градации этих самых замков. Самый надежный, это какой? Это все-таки цепь, это ломающаяся рама? Ну это вот ломающаяся рама, линейка, так называемая линейка. Линейка. Сигнализации, это, наверное, самый безопасный вариант. Но вот тоже вот сейчас мы попросили данные у ЗЗК, который один из них на более популярных тоже продавцов велосипедов. И они приложили такой хороший rule of thumb. Это покупать замок примерно в 10% от стоимости велосипеда. То есть, чем дороже велосипед, тем дороже и должна быть защита противоугонная. И вот такой, в принципе, мне тоже нравилось, и мне кажется, очень логичный. Ну, конечно, там есть и минимальная. То есть, если купил велосипед за 100 евро, ну не ставь замок за 10. Тот замок там с плоскогубцами просто перепустить можно. Но вот такой вот, наверное, начиная там с 30 евро, замок там уже, он уже какой-то, какой-то гарант защиты уже дает. Но чем дороже велосипед, тем дороже должен быть замок. Ну, соответственно, чем дороже сам велосипед, тем, наверное, разумнее его застраховать. Сколько может стоить страховка велосипеда? И какие страховые случаи? Ну, что это все дает? Если говорим конкретно о баллоте, то страховка велосипеда, как единичного велосипеда, у нас мы такой принцип не ведем. То есть у нас можно застраховать имущество, в целом движимое имущество, в том числе и велосипед. Но там же также застрахован телефон, который тоже крадут вне адреса. Также вот и велосипед. То есть там не надо указывать, что конкретно страхуется. И можно выбирать разные элементы. То есть тысяча евро, две тысячи евро или три тысячи евро. В зависимости от, наверное, стоимости велосипеда или того же телефона. А стоимость от тысячного элемента – это 14 евро. То есть 14 евро против, скажем, велосипеда, который стоит тысячи. Но мне кажется, что это очень разумное предложение. Ну и чтобы оформить полис, необходимо же наверняка предоставить документы, которые доказывают право собственности на велосипед. Я не знаю, там гарантийный паспорт или чек из магазина. Та же самая выписка из ЦСДД, если он зарегистрирован, да? При том, когда страхуют, там не обязательно все это указывать. Но важно знать, что если украдут, то надо будет предоставить документы, которые подтверждают то, что у вас был велосипед и вот был такой стоимости. То есть это или чек, или это перечисление денег. То есть Макса Аймуз, который показывает, что покупали такой велосипед. Но когда страхуют, тогда не обязательно указывать все эти документы. Главное, да, на потом узаботиться. Хотя бы фотографии, на котором был запечатлен вместе с этим велосипедом. Мы получили вопрос из эфира на номер нашего WhatsApp-чата 2306191. Добрый день. Какой самориск на страховку велосипеда? Скажем, если велосипед эксклюзивный, сделан на заводе, по спецзаказу, стоит более 10 тысяч евро, как будет рассчитываться страховая премия, если понятие средней рыночной цены к нему неприменимо? Чувствуется профессиональный подход. Я предполагал, что этот человек уже и искал возможность застраховать, потому что это нестандартный случай. И все такие нестандартные случаи рассматриваются, ну, рассматриваются как нестандарт, то есть индивидуальный подход. И там уже с конкретным страховщиком надо говорить и искать варианты такие, которые обоим сторонам, ну, не скажем, выгодны, но с которыми они в покое. Давайте скажем, что все-таки выгодны обеим сторонам. Но, тем не менее, самориск... Насчет самориска, да. Насчет самориска тут тоже может выбирать клиент, то есть самориск, самый маленький самориск – это 70 евро. И чем больше выбирает самориск, тем, очевидно, дешевле становится страховка. То есть, чем больше собственник госпеда берет на себя риск, тем дешевле и страховка. Но самый маленький самориск – это 70 евро. Надеюсь, наш слушатель и читатель получил хотя бы частично ответ на свои вопросы. Давайте еще раз пробежимся по основным рекомендациям. Значит, покупая велосипед, неважно, сколько бы он ни стоил, ну, где-то десятая часть от стоимости надо закладывать еще на запорное устройство. За 10 евро причем не считается, где-то начиная от 30, вы сказали, да? Есть смысл зарегистрироваться в системе ЦСДД. На сайте ЕЦСДД, соответственно, там зарегистрировать модель и номер шасси велосипеда. Хоронить лучше в людных местах, а лучше на специальных парковках, оборудованных видеонаблюдением. Вот этой системой, так? Если в подъезде не надеяться на авось, код стал известен слишком многим, это увеличивает риски, поэтому даже в подъезде лучше велик пристегивать. Ничего не забыли? Ну, самое безопасное место, это, конечно, у себя в квартире или в подвале держать велосипед. Но один момент, который тоже мы, наверное, не отметили, это то, что не только вне адреса крадут велосипеды, но крадут и из дворов, то есть приватных домов или с гаражей, которые там возле приватных домов стоят. Так что там тоже, если оставлять возле дома велосипед, то его тоже лучше пристегнуть, потому что через забор перепрыгнуть и забрать велосипед – это небольшое искусство. Ну да, к сожалению. Спасибо за рекомендации. С нами на связи был Арман Слагунс, руководитель управления собственности и специальных продуктов «Балта». Мы поговорили о велокатании, даже о велосохранности, как не лишиться велосипеда, как его… В общем-то, да, все правильно я уже сказал, как не лишиться велосипеда, чтобы его не угнали рекомендации были даны. Желаем приятного лета, веселых праздников Арманду, ну и купить все-таки велосипед. Пускай он вас радует, в отличие от цен на бензин. Всего вам доброго, до свидания. Мы снова прерываемся. После паузы у нас будет культурный гость, Вера Мусайлян, голос создателей муза российской группы «Алоэ Вера». Радио «Балткома».